Недавно в моем арсенале появилась новая утренняя практика. Сначала расскажу, как она появилась. Однажды утром проснулся, чувствую какое-то состояние такое, несогласие с собой. Думаю, хорошо, сейчас сяду, послушаю себя, что там внутри происходит, где там напряжение, что там такое поднялось. Ну и так, между прочим, открыл компьютер, открыл какую-то соцсеть и вдруг вижу фотографию одного из своих друзей. И в памяти всплывает ситуация, одна из нашего общего прошлого. И я вдруг понимаю, что я вот за ту ситуацию этому человеку очень-очень благодарен. Потому что сейчас, по прошествии какого-то времени, я осознал, насколько важно было то, что тогда произошло. Я чувствую, вот это не слова и это не формулировка какая-то, а это реально чувство, вот здесь такое возникает благодарность. Я, значит, забываю о том, что я сел вообще-то с собой разобраться. Я открываю, значит, страничку и начинаю этому своему другу писать, что я ему очень благодарен. Ну, в общем, не важно, что, как это выражалось в словах, важно, что я это чувствовал и переживал. Я написал, отправил. И тут раз мне еще одна фотография попалась, я думаю, так, а как с этим человеком мы взаимосвязаны? И тут пошла выстраиваться цепочка, что на самом деле мы встречаемся же в жизни для того, чтобы обменяться вот этими какими-то подарками. Несем друг другу какой-то важный дар. Ну, в общем, у меня, я вспомнил относительно еще этого человека. У меня опять пошла благодарность. Я еще одну благодарность написал. Ну, вот, несколько вот так благодарностей я написал, и потом думаю, так, а я же вообще-то сел с собой поработать. И вдруг я чувствую, а мое состояние несогласия, оно уже совсем даже стало и состоянием согласия. И вообще вот это вот состояние возникло такой умиротворенности и радости внутри. Я так подумал, а что я сейчас делал? А, собственно говоря, я сейчас делился с людьми своей благодарностью. Согласно исследованиям, благодарность является одним из способов активации в нас состояния счастья. Хорошо подумал я. И на следующее утро я открыл уже целенаправленно свою соцсеть и посмотрел, вот, кто первый попался. Я вспомнил. Возникло чувство благодарности. Не на автопилоте пишем. Возникло чувство благодарности и искренность написал. А потом я стал, даже уже не открывая компьютер, я просто стал просыпаться утром. И даже иногда, не вставая с постели, вот так вот лежу с закрытыми глазами и жду, отправляю запрос. И поднимается образ какого-то человека. Я начинаю переживать ту какую-то ситуацию или какой-то разговор. Какую-то информацию вспоминаю, которую мне принес именно этот человек. Возникает вот это состояние благодарности. Я поднимаюсь и иду и пишу человеку эту благодарность. Классная практика. Теперь я каждый день это уже осознанно делаю. И независимо от того, какое у меня состояние. Если у меня состояние и так, такое классное, то оно становится еще более наполненное. А если состояние не очень согласия, вообще можно сказать даже не согласия, то, высказывая свою благодарность, переживая вот это чувство благодарности, я сам настраиваюсь на это состояние. Можно это делать не обязательно утром. Может быть вам удобнее это сделать вечером или днем. А может быть просто у вас вдруг будет, как раз вот возникнет какое-то некомфортное состояние. Возьмите и примените практически то, что я вам рассказываю. И посмотрите опять же. Слушайте себя всегда в этот момент. Слушайте свое состояние до того, как вы что-то делаете и после того. Но условия очень важны. Это не слова и не формулировка. Как бы красиво вы ни написали, если вы не чувствуете вот этой благодарности здесь, не надо никому ничего писать. Значит это от ума. Все-таки благодарность, она идет от сердца.